Каждый день Украина продолжает свое героическое противостояние и становится все яснее, что Путин совершил катастрофическую ошибку. Стоит задаться вопросом, почему он это сделал? Почему он решил напасть на эту абсолютно невинную страну? Конечно же, он не верил, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО. Он прекрасно знал, что никакие боеголовки на украинской земле размещать не будут. Да и в ту мифическую чушь, которую он написал про историю русского народа, нечто среднее между Нострадамусом и русской Википедией, он тоже не верит. Я не думаю, что дело в этом. Я думаю, что он боится Украину по совершенно другой причине. Он боится, потому что в Украине есть свободная пресса, в Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского премьера все сильнее. И он боялся, что это неизбежно случится с ним, потому что в путинской России тебя сажают на 15 лет в тюрьму за то, что ты называешь вторжение вторжением. А если ты хочешь побороться с Путиным на выборах, тебя или отравят, или застрелят. Так и происходит. Именно потому, что Украина и Россия исторически были близки, он был в ужасе от того, что украинская модель будет применима и к нему, и к России. Он в панике из-за возможности так называемой цветной революции в Москве. Вот почему он пытается с такой жестокостью потушить пламя свободы в Украине. И вот почему так жизненно важно, чтобы он не смог.